с точки зрения вот политического убежища я знаю что эта тема она как бы с одной стороны мало освещается с другой стороны там много спекулятивного и как бы очень очень мало ясности такой четкой вот в этой области что-то есть такое вот с того момента как мы с вами пару месяцев назад тогда записывали видео что-то что-то меняется в процессах может быть в правилах всегда что-то меняется и сейчас самая последняя самая новая информация которую мы получили от директора местного офиса которая осматривает заявление на статус беженцев асайлум офис что уже не вызывают людей вне очереди на собеседование теперь вызывают по порядку кто первый позвал того первого будет вызывать на собеседование и сейчас на сегодняшний день вызывают на собеседование те кто подавал до августа 2013 года то есть на сегодняшний день очередь примерно два года поэтому мы рекомендуем мы я имею ввиду я и коллеги другие миграционные адвокаты кто специализируется в этих вопросах что желательно подавать на статус беженца после въезда в америку как можно быстрее для того чтобы быстрее пошел процесс быстрее прошло время когда подавать на разрешение на работу поэтому не советую как раньше мы советовали еще год назад полгода назад что желательно подождать и подать поближе к концу разрешения нахождения в америке то есть ближе к шести месяцам сейчас мы никому нико не рекомендуем так делать потому что нет в этом необходимости а вот допустим я сегодня въехал страну а до этого я с вами целый месяц там skype вы мне что объясняли что подготовить как чего и мы в принципе готовы я не знаю сколько у вас занимается вот вся кухня чисто бумажная но допустим выгодить через неделю могу подать люди которые на той стороне сидят и говорят вот смотри миша приехал в страну визование там туристическое или там еще чего-то и он уже через неделю в подаче понятно что миша обманул нашего консула в посольстве там где-нибудь в москве да потому что он говорил что он турист тут не агару едет смотреть а сам уже там с полным пакетом документов значит в чемодане был вот такого не возникнет ну я хотела тоже сказать на эту тему что-то с одной стороны хорошо все планировать заранее и при въезде в америку пораньше подать просто чисто для того чтобы быстрее прошли 6 месяцев после которых можно претендовать на разрешение на работу процесс подготовки и заполнение документов можно начать буквально там на второй на третий день после въезда в америку но желательно конечно в первую там неделю другую не отправлять документы чтобы не создать подозрение того что человек имел какие-то намерения как-то обмануть и намерения иммиграционные они чисто туристические поэтому желательно в первую неделю не бежать и не отправлять все по почте вот безопасный период времени какой считается из практики ну раньше считалось два-три месяца а сейчас это для например те кто остается по воссоединению семьи скажем женятся и остаются или там родители приезжающих детям гражданам остаются мы считали всегда три месяца такой безопасный интервал времени для беженства можно гораздо раньше это делать потому что все же люди когда они идут на собеседование объясняют причину почему они не могут вернуться обратно что их напрягало кто их притеснял и почему они все-таки уехали но я бы сказала пару недель может быть достаточно если объяснить потом тем что родственники друзья подыскали адвоката для них и создали почву для подготовки документов все же в начале процесса мы нет не отправляем все документы которые необходимы перед собеседованием есть минимальное количество документов которые можно отправить для того чтобы запустить процесс и при желании все можно подготовить даже за несколько дней мы стараемся людям помочь иногда за пару дней за неделю все подготовить я думаю о том какие у этого всего есть то что называется ramifications значит последствия последствия да значит получается такая история если у человека семья и он поехал один вперед чтобы получить вот ну как бы легализовать легализоваться и потом подвести всех остальных то получается при самом удачном раскладе пройдет два года пока его вызовут и если он пройдет сходу на сегодняшний день на сегодняшний день через два года допустим он получил официально там свой сайлом и сколько нужно времени чтобы привести например там жену и двое детей жену и детей до 21 года примерно около года тоже со статусом беженца по специальной анкете это не воссоединение семьи как иммигранты а это специальное воссоединение беженская и это не воссоединение когда беженцы привозят других беженцев это специальная форма которая только разрешена для мужа жены и детей до 21 года значит получается такая штука что при самом удачном раскладе если там не пошло в суд и так далее значит три года люди должны пашу три года они друг друга не увидят но это это средние сроки и это для средней ситуации есть исключения например можно попросить чтобы рассмотрели дело пораньше если существуют какие-то причины уважительные для этого в основном это могут быть какие-то медицинские причины какие-то серьезные проблемы в семье и виде исключения можно попросить чтобы вызвали на собеседование вне вне очереди то есть работает есть такой на то есть мы мы в некоторых случаях просим чтобы вызвали вне очереди и это получается тогда в течение 60 дней рассматривают запрос не очереди пойти на собеседование то есть тяжело получается на самом деле то есть это такой процесс если ехать не вместе если ехать не всей семьей то это очень сложно потому что это отрицательно влияет на семью бывает случае когда кто-то один уезжает например на заработки или уезжает по рабочей визе уезжает по гостевой визе и это все спланировано умышленно вот для семей которые настроены жить вместе и быть побыстрее вместе это конечно очень сложно поэтому срок такой длительное ожидание собеседования не напрягает тех кто уезжает всей семьей сразу и уже обустраиваются в америке тогда через полгода получают разрешение на работу примерно через полгода и спокойно ждут этого собеседования там другое напряжение там напряжение связано с тем что надо иметь тогда на старте больше денег то есть если они приехали там муж жена там допустим двое детей им же надо где-то жить вот ну хорошо там сакрамент а вот у нас тут представляете там две с половиной тысячи минимум будет стоить квартиру снять это правда люди люди планируют это заранее очень многие особенно компьютерные специалисты график дизайнерс имеют возможность работать отдаленно поэтому они приезжают штат и они продолжают из дома работать по компьютеру выполнять какую-то работу на допустим работодателя который находится в их стране таким образом они не работают нелегально и у них есть какой-то источник дохода в это время небольшой конечно же в основном люди все-таки пытаются спланировать свой бюджет и какие-то деньги под собрать перед тем что пережать сюда